Помолимся. Господи, благослови наше занятие по слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ну мы на прошлом занятии начали изучать Евангелие от Марка по пособию 2-й том «Окрытым оком» Игнатий Хачлавкин, эта книга. Мы решили, что так как на прошлом занятии никто ничего не участвовал, повторить пройденный материал с вопросами. Есть у кого желание вести занятия? Показать, сказать, как надо, может быть, какие-то мысли. Игнатий Хачлавкин, есть желание занятия повести? Показать нам как? Показать нам как? Как правильно? Слышно так? Слышно хорошо. В первую очередь, это не мой материал. Тут я отовсюду брал где-то, что одно другое. Там вот, ну видно, так сказать, что целиком мой материал, это будет неверно. Я везде сюда что-то беру, а потом уже все это поворачиваю в одном направлении танковый поход. Так вот, надо, чтобы все участвовали. Я могу провести тут один урок? Вот, начинай читать ты, а я буду иногда останавливать, приглашать, чтобы кто-то участвовал. Кто смело, все сегодня начинаете участвовать. Это иначе называется, как образовать общину. Это исключительно непростое занятие, потому что где вы есть, ни у кого общины нигде нету. А есть приход, проход. Пришел, ушел. Никто никому не обязан. Ну поэтому результативность нулевая. Предисловие прочитай еще раз. Пособие для изучения Евангелия от Марка. Предисловие. Создатели фильма Иисус очень удачно избрали для этого Евангелие от Луки, который написал его, исследовав вышедшие до этого два Евангелия. От Матфея, написанное для евреев через пять лет после воскресения Христа, от Марка, через семь лет, написанное для римлян. Через пятнадцать лет после воскресения Христова Лука приступил к написанию как бы письма, отчета, по сегодняшнему сказать, как бы реферата для своего друга. Евангелие от Луки, первая глава, с первого по третьей стихи. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Неоднократный просмотр фильма «Иисус» очень хорошо помогает закрепить в памяти молодых его содержание. При изучении Евангелия от Марка, по этому материалу составленному на основе пособия по изучению Евангелия от Марка, желательно составить группу с определенным количеством участников. Если будет более 10 человек, то занятия будут более продолжительные, даже если только не более половины будут активно участвовать в разборе Слова Божия. Предварительно каждый из них пусть прочтет это Евангелие хотя бы по три раза. На вопросы, которые будут ставиться, желательно, чтобы все свободно отвечали, деятельно участвовали в собеседовании. Не все ответы будут правильными, это можно поправить. Главное, чтобы все принимали активное участие и много записывали, чтобы после окончания занятий можно было сравнить, с чем пришли и с чем ушли с этих курсов. Возраст участников этого благочестивого кружка ничем не ограничивается, но обязательно должен быть старший, или всегда один, или тот же, или на каждом занятии быстро избирать другого или желающего, но обязательно только того, кто хорошо знает толкование по святым отцам православной церкви. По этому пособию легко заниматься и в домашней обстановке, со своей семьей. Это пособие не ограничивает, не сжимает никого, только в эти поставленные вопросы. Здесь дается каркас, минимум, а вы можете расширять его в зависимости от того, какие могут возникнуть новые вопросы. Это пособие для многих послужило благословением и были получены отзывы от людей, занимавшихся по нему, что оно помогло им спастись в трагические минуты, когда у них жизнь потеряла всякий смысл и люди находились на краю пропасти. Если у вас появятся какие-либо сомнения в том, годится ли это пособие для православных, то посоветуйтесь с рожденным свыше священником, любящим Слово Божие и Христа, и напишите нам, и мы постараемся разрешить ваше недоумение. Для более глубокого исследования священного писания лучше подходит самое краткое Евангелие от Марка. Обязательно необходимо не только открывать указываемые тексты, но и внимательно вникать в них. От этого зависит более глубокое уразумение смысла священного писания. Кому лень это делать, тому лучше и не начинать предлагаемого метода чтения. Лучше всего уделять на чтение полчаса, первым делом утром, пока ум еще свеж и душа не охвачена впечатлениями дня. Лучше не останавливаться долго на непонятных местах, но читать дальше, не теряя много времени. Такие места впоследствии нередко разъясняются сами собою. Очень желательно перед чтением и во время чтения молиться. Лучшие мысли приходят свыше. Чтение даст мысли, которые могут быть обращены в молитву. И молитва вместе с чтением даст благословенный результат. Так, мне тут человека надо добавить сейчас. Да, Тихонич, пожалуйста, говорите. Ну, дальше читай. Читай, кто-нибудь читает Слово Божие, а я только буду делать ставки и направлять. Продолжай сам считать, как руководитель. А потом кого-то другого избери, может быть, на половине занятий. Считать называется Сущее. Сущее, то есть то, которое из Библии. Открыть, сразу найти первый том наш красный толковый, толкование блаженного фифилакты, указаны места считать с толкованием. Чтобы кто-то взялся за это. У кого есть, то пусть открывает. А ты руководи, скажешь, читай то место. А я буду останавливать, где нужно ставку делать, чтобы оно сделалось полноценным. Вот первые восемь стихов, читай. А следующие уже готовьте. Евангелие от Марка с толкованием. Читай, Никита. Читай. Только не торопись. Просчитай стих. Один стих. И хотя бы секунды две отдай. Свободно поразмышлять. На две секунды ты немного, но все равно. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыню. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусаляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из землюжего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акридный дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. Вот теперь что-то тут дергается, исчезло. Ну сейчас я езду добавлю. Давай, езду обязательно надо добавить. Ну не так-то просто с этой новой версией. Дело на этом я ездра. Так, Володя, так ты бери первый том-то, и кого нам искать-то? Тогда толкование Володя будет считать. Поставь-то бред. А вот Тушенко говорит, ездра уже на месте, Сергей Павлович. Ездра с нами. Спаси Христос, да. А кто тебя добавил? Вы, Сергей Павлович, добавили. А что ты пишешь, готов, раз я тебя добавил? Отвлекаешь меня. Ну вот сейчас только что. Значит не вы, значит кто-то другой. Я ошибся. Кто езду добавил, сознавайтесь. Ну ладно. Так вот неудобно с этой новой программой. Ужас. Так. Вопрос первый. В чем собственно заключается благая весть? Дальше не читайте, теперь поразмышляйте. В чем? Вот мы говорим благовестить, благовести. А в чем она заключается? Для этого следующий стих, который дальше даст рассуждение. Вот вы его не смотрите. А сами скажите, кто желает объяснить, что такое благая весть? Вообще, в обширном понятии в ежедневной жизни нашей, что, примеры, какие можете дать? Ну я буду подталкивать. Допустим, на фронте мать потеряла сына. И вдруг тебе сообщили, что у него всего лишь повреждена там нога, и он живой в госпитале. Это радостная весть. Это не похоронка пришла, она выплакала его. Я разговаривал с такими людьми. Благая весть для нее. Благая, значит, хорошее, доброе, чтобы знали значение слова. Молодые живут, и ребенка нет. Мне сколько таких людей обращаются? Помолитесь, чтобы ребенок был. Я спрашиваю, зачем он вам, ребенок-то? Откуда вы знаете, какой он будет? Мы не знаем ничего. Нужно просить волю Божию. И людям благовестить о рождении младенца. Главное рождение совершилось. А это сегодня рождает много цыганей. Еще из этого получается. Новые наркопритоны, новая ворожба. Что такое благая весть? Видите как? На поле засыхает все. И никаких признаков нет, что будет дождь. И вдруг ветер подул, такой легонький, и пошел дождь. И урожай был спасен. Голода в стране не будет. Благая весть? Нет. Матери сообщили, что ребенок живой родился у ней и здоровый. А она его ждала ровно 20 лет. 20 лет жили с мужем, и ребенка не было. Я говорю про Исаака и жену его Ревекку. А он молился, молился. И так в любом вопросе. Человека повезли на операцию. Злокачественная опухоль. Все повисло, неизвестно что. И вдруг его в коридор вывезли помирать. И он ждет там смерти. И операцию делать бесполезно. Вся внутренность опутана раком. И вдруг он встает на ноги и живой. По сегодняшний день никто не может объяснить. Ведь это постигло Александра Исаевича Солженицына. Почему рак внутри вдруг начал отступать, когда лекарств-то и не было никаких? Почему? Я для себя знаю ответ. Потому что Бог знал, какую миссию ему доверил. И он не дрогнет. Будет бодать сатиренок с дубом. Он выдаст материал жить не по лжи. Главный материал его жизни. Архипелаг ГУЛАГ. Это никто бы не написал. Таких людей не было. Он один. А то уже Шаламов там пытался, пока с ума не сошел. Вот и все. Благая весть. Благая. Вот я сидел в тюрьме осужденной. И вдруг в 87-м году, еще перестройки нету, приходит указ Президиум Верховного Совета СССР о помиловании всех политзаключенных. 210 человек по стране. Благая весть. Благая весть. То есть радостная весть. Мое состояние трудно передать. В это время подали первое. Мы в столовой сидим, там, 700 человек. А кто-то засчитал газету. Я сразу устал и сказал, второго мне не надо. Я пошел на свободу. Вот радость. Таких моментов радости у нас очень много. Потерял, говорит, не пищался. Нашел, не радуйся. Но не получится так. Потому что потерял я много, не мог найти. И через два года нашел. Все равно на сердце радостно. Так, что такое благая весть? Кто желает что-то добавить? Я желаю добавить. Так и говори. И докладывай. Хотелось бы, наверное, как введение, вообще, то, что Евангелие, это греческое слово, в переводе на русский язык означает благая весть. Вот. И то, что, как бы, это нам весточка такая из потустороннего мира на грешную землю от Бога, страдающему, томящемуся во грехе человеку. И весть о возможности возрождения к новой чистой жизни. Весть о светлом счастье и радости будущего. О том, что мы уже, что для этого сделано, что Господь отдал за нас Сына Своего. То есть, Он вот воплощается сейчас, а в пророчествах есть, что Он воплотится и за нас погибнет, за наши грехи. Человек так долго и страстно ждал этой вести, и вот она, наконец-то, спускается нам с неба. Благая, добрая весть, хорошая весть. Это слово было известно евреям. Оно у нас тоже это слово другим заменяет. Ну, хорошие вести принесли, не похоронку. Так и здесь. Но всё это было лишь всего базой, ступенями главной благой вести. Что выкуплены люди из ада. Что каждый может получить прощение через покаяние. Каждый может войти в церковь Христову. Это не одно только известие о воскресении Христа, но и о Его обетовании. Прийти снова. Мы придём и с Отцом сотворим в человеке. Внутри Его храм. Церковь создадим. Вот тело, какое бы ни было у тебя, стареющее или больное, ну, какое бы ни было, оно делается храмом. Какая радость. И дальше мы получим нетленные тела. О, это невозможно сказать. Святые даже, о, это непередаваемо. Это всё в благой вести. Притом даром, даром. Православный даром. Сыр мышеловки. Они не верят. А только вот теперь я буду молиться там Матроне или кому-то. Матроне там что-то посвящу. Ну, вот так же за Ксении Петербургской гонялись и канонизация. Забыли, как будто нет её. Царь Николаевич, чтобы канонизировали. Канонизировали, как будто не знали. И Матрона так же сдвинется. Что, Христа не хватает? Молиться надо. Я не против. Но нельзя, чтобы человек затмил Христа. Это не то, что преступление, а полное неверие. Богу, что недостаточно жертвы Христовой? Достаточно. А при чём тут Матрона? Да ни при чём. Просто хорошие наши друзья, святые, они на небе за нас ходатайствуют. Только и всего. А если они не ходатайствуют? Они и так ходатайствуют. Даже мы не просим. Но всё-таки мы, когда молимся, мы думаем, у нас какая-то связь. Думаем. Вот мы избрали в нашем детском лагере как покровителем Климента Анкирского. Почему? Он сиротой остался в 7 лет. А мать передала его своей подруге, богатой Софии. В это время голод был в Галате. Детей выносили на перекрёстке, выбрасывали. Хоть, может, кто-то накормит. Умирала страна. А он их подбирал, приводил домой в матери своей приёмной-то. Кормил, поил их и приводил к святому крещению. Мы такой наш лагерь. Я их подбираю, людей привожу отовсюду. И мы его избрали покровителем. Но это мы думаем. А он, может, не знает про это? Но мы всё время ему молились. Опять же, ответа-то никакого не было. Письма от него не пришло, что я согласен быть вашим покровителем. Дальше-то мы уже сами домысливаем, как мы научены. Потому что мы православные. В наши православные вы вложена эта мысль. И она хорошая. Но не надо настаивать, что непременно. Он сегодня утром там за меня молился. Не знаю, мы просили и как Богу угодно. Благая весть совершилась. У нас помощники, святые ходатты, Матерь Божия, святые ангелы. Это благая весть тоже. Потому что они на небе. До этого на небо никто не попадал до жертвы Христовой. Мы в разворот берём это. Что за этим стоит? Это перемена политических систем. Это новое введение смысла жизни. Молитесь за врагов. До этого нет ни в природе, нигде. Не сама ли природа учит волосы растить? Женщины. А мужчины нет. Ну да, природа учит. Так мы это видим. У женщины нет бороды, у мужчины есть. Но то, что любить друг друга, этого нет в природе нигде. Посмотрите, как кинят воробьи. Они всё время дерутся и дерутся, как голуби. Каждый старается кусок захватить. Коровы бодаются, лошади лягаются. Гусь щиплет другого. А у людей не так. Ты сильнее, помоги нуждающемуся. Откуда этот закон? От благодати Божией. Он сказал ближнего, как самого себя. Ты хотел бы, чтобы к тобой так обращались? Да, Господи. Обращайся так. Как хотите, чтобы с вами обращались люди? Вы сами покажите пример. Эта благая весть меня изменила. Я не работаю, ничем не должен задерживаться. Вот портопоп по вакууму был. Мы не говорим, какой он был. Это был борец. Она упала, попадя. До Коли. До Коли будем идти. Протопоп упала. И ссылку куда идут-то? Представьте, из Москвы. В Даурию. А где Даурия? Это Хабаровск, где туда. Это пешком. Это даже не высказать, какое мужчина. Она упала и лежит. До Коли мы будем, Петрович. А он говорит, до самой смерти, Марковна, Анастасиюшка ты моя. До самой смерти. Вот такая благая весть. А со смертью придет избавление. Одни сидели в вузах. Было трудно. Пытали их. Но у них был один знакомый, очень близкий, Егимону. То есть правителю этого края. И они передали ему записку. Вот у тебя там будет 9 мая, День Победы. И ты походатайствуй за нас, чтобы он казнил нас. Мы устали уже. Ну и когда сидели за столом, он не знает, что это христианин. Он говорит, а вот эти их пытаете-то. Еще сколько будет? У, я их буду еще год пытать. Зачем деньги тратить? Какая польза от них? Да казни ты их. И он, конечно, подумал. Вот видишь, какой он за римские законы. И он. Даже вот такое ходатайство. Это для них благая весть. Сегодня вас будут рубить. Они друг другом целуются, смеются. Все кончилось. Все. Взмах и на той стороне. Аллилуйя. Вот разбираем мы медленно, что такое благая весть в обыденной жизни. Чтобы теперь ее, это понятие, эту весть туда отправить. И вот эта экстраполяция событий из одной временной формы в другую – это искусство христиан. Искусство поэтов. Вот мы должны это видеть и знать. Вот открывай дальше. Кто хочет сказать что-то еще о понятии, о благодати, об Евангелии, название? Нет ничего. Читаем дальше. Открывай, Сергей. Читаю. Так, Володя, иди сюда, прочитай, что там пишет Феопелак. Так, минутку, подождите. Сейчас Владимир Александрович прочитает нам. Иди, дорогой, сюда. Володя, а его уже и нету. Это как же так? Ну, кто-нибудь прочитайте. Я не вижу, сижу спиной туда к двери. Давайте я прочитаю. Ну, давай ты прочитай. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Евангелие от Марка, 1 глава, 1-2 стих. Полкование. Иоанна, последнего из пророков, евангелист представляет началом Евангелия Сына Божия. Потому что конец Ветхого есть начало Нового Завета. Что касается свидетельства предтечи, то оно взято из двух пророков. Из Малахии, 3-1 и Исаии, 40 глава, 3-й стих. Кто-нибудь найдите эти места в Писании. Малахия, 3-1 и Исаия, 40 глава, 3-й стих. «Глаз лопиющего в пустыне» и прочее. Это слова Бога Отца к Сыну. «Он именует предтечу ангелом за его ангельскую и почти бесплотную жизнь из-за возвещения и указания грядущего Христа». Вот Малахия, 3-1. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой, которого вы ищете, и ангел заветового, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь самого Фаисая, 40 глава, 3-й стих. «Глаз лопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте в степи стези Богу нашему». То есть эти два пророка уже в Ветхом Завете, еще задолго до его рождения, пророчествовали и говорили, что это об Иоанне Крестителе. Понятно, то есть посылаю ангела моего. Кого имеется в виду? Ангела. Ангелом у своего человека. Иоанна Крестителя, да. А здесь он с большой буквы ангел. Ну, пророк же, да. А теперь второе, ангел Завета. Тут же называют ангелом Завета уже Христа. Одним и тем же именем человек называется. Вот это широта взгляда. Ну, нельзя по-сектантски мыслить, что ангел, ангел на небесах. Человека называют, и самого Господа ангелом называют. А ангел по-русски переводится как? Слово ангел. Посланный. Ну, а ты посмотри, где они в словаре, узнай, так или нет? Посланник, ангел, посланник. Ну, или посланный еще я слышал такой перевод. Тот, которого послали. Возвестить благую весть. Здесь ангел был послан, поэтому называется... Ой, Иоанн Креститель был послан. Вот отсюда считай. У себя открывай и считай. Так, подожди, Сергей. Тогда ты давай он по тексту будет считать, Володя. Давайте. Считай. Это слово. Не дергай так сильно-то. Это слова. Или оттуда считай. Это слова Бога Отца к Сыну. Он именует предчетчу ангелом за его ангельскую, почти бесплотную жизнь. Из-за возвещения указаний грядущего Христа. Иоанн уготовлял путь Господень, приготовляя посредством крещения души иудеев к принятию Христа. Вот сюда садись. Дел, читай. Поближе микрофон. Это из Феофилакта читает. Да. Считай дальше. Перед лицом твоим. Что значит? Значит, близок к тебе ангел твой. Так, теперь остановимся. Кто может сказать? И как в жизни у кого было? Как это по Писанию? Когда ангел близок? Я ангел твой. У меня что-то, когда происходило в жизни, чуть в аварию не попал, например. Или попал в аварию, но меня сохранил Господь. И вот у меня было такое ощущение, что прям ангел усиленно меня нес, чтобы я не помер. Вот теперь всю жизнь не забываю благодаря ангела-хранителя, молитву ангелу, канон ангелу. Вот здесь бы, если Игорь Добунов был бы, он бы привел пример. Он, говорит, ехал на машине и задремал, говорит. И слышу, говорит, Игорь. Он, говорит, я раз, очнулся, а уже на соседнюю полосу стал выезжать. Сразу раз, говорит, завернул. Просто услышал, говорит, Игорь. И все, и он сразу, говорит, свернул. То есть ангел его остановил. Дальше читай. О чем говорит? Так, подожди, убрал текст. Вернуть. Вот это. Приготовить путь Господень посредством крещения души иудеев к принятию Христа. Какая миссия была? У кого? Иоанна. Если бы ему паспорт давали, что в паспорте было написано? Иоанн. Как величать его? Захарович. Иоанн Захарович. Захар. В паспорте так бы было записано. Иоанн Захарович. Фамилии тогда не было. Дальше. Дальше читай. Близко к тебе это означает что? Этим означается родственная близость претещи ко Христу. Не только по плоти. Он родственник был-то. Но и по времени. Великий пророк. Пророки за 700 лет отстреляют от плотную к нему. Так, как и перед царями шествуют преимущественно родственные особы. Вот как. А то, говорит, он окружил себя своими родственниками. Там, как Назарбаев. Но это всегда так было. Зачем его в этом упрекать? Глаз вопиющего в пустыне. Как понимаете? Глаз вопиющего в пустыне. Что за картину? Сказали бы. Нарисуй вот это. Как ты представляешь? Давайте все участвуйте. Пустыню можете представить собой? Видели пустыню? И представьте, там один только человек. И он там где-то стоит на какой-то дюне. И кричит. Самом идет. Пыль до неба. Глаз вопиющего, не просто говорящего, вопиющего, полную мощь легкий кричит. И что он кричит? В пустыне какой Орданской, а еще более в синагоге иудейской. А еще где в православных храмах. А еще где у мусульман. Там в их казематах. Это у католиков. Это у сектантов. В синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. Так это к нам вплотную подошло. Какое главное добро? Это главный наказ. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Когда православные проповедовали? И особенно в этом невежественные старообрядцы. За 365 лет ни одного миссионера. Ни одного. Вот фильм поставили они, раскол Николая Достоля. 20 серий. И о Библии вообще речи нет. А вот богослужебные книги. Про богослужебные книги мы не считаем в Библии ничего. А про благовестие на каждом шагу. Евангелие от Матфея. То есть благовестие. Евангелие от Марка. Да и так идите и проповедуйте. У старообрядцев этого вообще нету. Полигон Устыны. Если начинает кто-то говорить проповедию, они сразу сомнут его. Сверепое общество. Ни под каким видом. Библию нельзя считать. С ума сходят от нее. Это их лозунг. Надо до конца все договорить. Я могу об этом говорить, потому что это моя среда, где я был, где я терпел от них. У них ничего этого не надо. Ничего. Ни одного изобретения, как у мусульман, нету. Настоящего музыкального произведения, как у мусульман, никакого нету. За 365 лет никакой Щейковский, Мусорский не родился. Ни одного переводчика нету, как у мусульман. Только по-арабски, а сами никто не знает. Только по-церковно-славянски. Сами ничего не понимают. Это очень близко. Это пустыня. Там движения разума нету. Вся проповедь одна. Ты еретик, переходи к нам. 365 лет они тыщут в глаза всем. Ты не так перекрестился. Ты еретик, переходи к нам. А сами разбились больше, чем на 50 толков. Как называли раньше инстектанты, конфессии, динаминации. Внутри старобрядчество, неприемлющее священство. Все раскольники. А причину найдут. Одни поют какие-то запевы, а другие считают. Все. Вместе никогда не будут. Если крест распять, и вверху голубь есть, Дух Святой. Если другой увидеть, не будет. А другой, если голубя нет, без голубя не будет. На самой маленькой точке. И они уже друг друга никогда не принимают. Непрерывно, не храс, приезу каске, кто будет. И все мимо Библии. А о Библии вообще речи нету. Она чужая, незнакомая, вредная. Звук пропал. Звук пропал. Включаются? Все, все. Вот сейчас включился, да. Пропал давно? За секунд тридцать как. Ну, я уже много сказал за это время. Значит, проверять надо, как любим Господа. Священники не исповедуют, как должно. А священники должны на исповеди спрашивать. Благовесцем занимался или нет? Ходил или нет на проповедь? Раздавал ли Евангелие? У старообрядцев нет этого. Это образец. А некоторые тянутся туда не знаю куда. Тебя сразу на кулаки посадят. Вот у нас потеряевки снимали в фильме, они назвали его «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Глаз вопиющего в пустыне. Глаз, то есть это один голос звучал и звучал и звучал. Мы должны стать этим глазом и просто прочитать. В той пустыне, где мы живем, может, в семье ты будешь первый. Начаток вашей фамилии. Первый начни говорить о Христе. Первый дома становись на молитву. Поднимайся ночью на молитву. Заставлять нельзя. Человек сам это должен дойти. Убеждать можно. Глаз, голос, крика, стона. В пустыне, где нет жизни. А о чем говорит? Ну, о том, чтобы принять Христа, рождение свыше, о крещении Духом Святым, об огненном служении. Это все в благовестии. О принятии Христа. О том, чтобы координировать свои действия по Евангелию. Все, что ты не прочитаешь о войне, о колдунах, о Джуни, Давида Швили, о Мессинге, Вольфе. Ты должен все в определенную корзинку сложить и отнести. Какие дети у этих людей несчастные. Что с ними бывает? О Джуни посчитаешь ужас один. Богатство столько и начали разрывать. По частям. Друг друга все пересторились. А сатана хохочет, за пузо усыпился. Вот благая весть и дурная весть. Антиблагая. Считаем дальше. Пистоописание уже, да? Тут вопрос появился. Подождите секунду. Значит, вопрос такой. Тут написано. «Приготовляя посредством крещения души иудеев к принятию Христа». То есть крещение Иоаннова – это именно проповедь. Ведь проповедью он готовил души, а вода была лишь внешним символом этого. Сергей Евтушенко такой вопрос задает. Он правильно задает вопрос. Речь идет не о нашем крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это Иоаннова крещение, которое прощения грехов не давало, а только свидетельствовало о том, что ты уверовал, что это Сын Божий. Это Агнец, который берет грех мира на себя. Евангелие Теанна 1,29. Правильно я сделал замечание? Чтобы мы понимали, что это не то крещение. Это Иоаннова крещение. Не важно, там Иоаннова или не Иоаннова, но крещением называется именно проповедь. Не сам символ, а обряд. Это даже тоже, он же не мог просто, так и хочется сказать, мочением, погружением. Вот тогда Иоанн погружал, приготовить души. Он же перед этим глаз лопиющего, то есть голос был. Приготовьте путь Господа, то есть прямыми сделайте стези ему. То есть крещение названо проповедь, да, Игнать Тихонович? Давайте разберем так. Допустим, у него миссия такая, рассказать всем о Христе. Как? Радио не было, интернета не было, в городе собирать нельзя. Что он должен был делать? По домам ходить. И тогда он приглашает куда? На Иордан. Как вот сейчас крестный ход на Обь. И там много народу собралось. И там вся иудея сходились туда. И он им говорил, за мной идет, это место трибуна, за мной идет тот, перед которым я наклонившись, недостойно развязать ремень и обуви. Здесь глубокий смысл заложен. Ремень и обуви – это кожа мертвого животного. Это то, что я знаю, что это мой родственник, может быть, но я не понимаю, как он умрет и как он воскреснет. То есть это ремень, свойства мертвой кожи, смерти Христа, я не понимаю, я не достоин понять. Вот как толкуется. Но это уже запредельно далеко. Давай текст сюда, верни. Считаем перед... Этим означает рост и наблизость притечи ко Христу. Так как и перед царями шествует преимущественно так. Глаз, попив еще в пустыне, то есть в пустыне, одно еще дальше. Путь означает Новый Завет, а стези – ветхий. Ну, это на... Вот это вот мы можем запомнить, путь и стези – это одно и то же. Ну, вот так ему захотелось сказать. Это нигде нам Писание не говорит об этом, что путь Новый Завет, а стези – ветхий. Мы найдем и в Новом Завете, когда стези наши тут будут. И в Новом Завете. Стези – это дорожка. Стезя узкая. А путь – это может быть широкий. Третий, четвертый стих писатель. Дальше. Как неоднократно нарушаемые иудеями, то есть нами. Пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовляться, приготовиться, а стези – ветхого исправить. Ну, видишь, вот как. Вот оттолкование хорошее, но оно надуманное. Тут сразу я даю комментарий. Подними выше. Считай. Интересно было бы посмотреть на священников, которые решились бы проповедовать прямо по Слову Божию. Вообразим, что такое все-таки где-то случится в третьем тысячелетии хотя бы один раз. Батюшка решился бы изъяснять священное писание как блаженный филак и дошел бы до этого места, где говорится о Библии, в Ветхом и Новом Завете. Не просто говорится об этих путях и стезях, если по ним сам никогда не ходил. Это не просто говорить. Он не знает. Он не спотыкался, не падал, не расчищал дорогу, не убирал камни. Сколько здесь мыслей-то заложено. Стоит только начать проповедовать прямо по толкованию филакта на это место, и другие его собратья прозовут его баптистом и сектантом. У нас предисловие сказано, ничего больше не надо. Прямо по филакту и православное тебя отвергнуло. Ты не говори, что филакт, не произноси. А вот это говори о проповеди, о необходимости благовестия, все время дави на это. Нет благовестия, нет признаков жизни. Умер. Мертвец. Духовный мертвец. Приходилось не раз встречаться с такой ситуацией, когда за проповедь одного священника остальные ополчаются на него и просят архиерея или убрать его, или запретить. Это священники. Это по сегодняшний день. Я знал такого. Я лично не знал, но он был где-то рядом, доропей. И он обличал очень. А ходил какой-то грязный, рясткий, говорит. Ну, один необихоженный монах. И где-то в алтаре служит, а заканчивается служба. Ну и по домам. А он ко всем, говорит, подходит священникам. Ну, разрешите, я слово скажу. И у него дар слова был. В это время мы были у Александра Пивоварова. Мы, три брата, проходили курс семинарии на дому. И он пришел однажды. Отец Александр такой вдохновенный. Он высокого роста был. Такой голосище он. И запел со святыми у покой Христе Божьего. Раба твоего. А что случилось? Да его, говорит, поймали там реки. Он где-то по мосту проходил. В Грузии был. Его там убили и столкнули. То есть за ним власти, говорит, охотились в то время. Он ничего не делал. Просто говорил проповедь. И где в храме открыто. Он священнослужитель. Иеромонах. Так мне говорили. Дальше. Когда Феофан Затворник со своей огромной ученостью и знанием языков дошел до перевода Симеона, нового богослова, то перо выпало из его рук. Так кто слышал про это? О чем я пишу? У нас, наверное, все разбежались. Никого нету. Благовестники, где вы? Ну, Роман-то, есть или нет проликов, то пусть подаст голос. За жену спрятался. Жены нету. Никого нету. От вас и слышал раньше. От вас не слышал раньше? Слышал. Слышал. И Евтушенко говорил. Евтушенко. Ну, вот молодец. Дальше. Открываем снова текст. Давайте посмотрим. По частям разберем. Вы все должны участвовать. Поднимать руку или голос подавать. Что? Симеон, новый богослов, дошел, Феофан Затворник говорит это. И это знание языков дошел до перевода Симеона, нового богослова, перо выпало у него из рук. И что? С великой скорбью пишет он об этом, что отложил сей труд и не решился довести его до русской паствы во избежание соблазна. Какого соблазна? Соблазна Симеона Богослова или Исаака Сириянина. Это два человека, которых называли человек на небе или ангел на земле. Того, что прочитав этого подвижника, простые люди, если поверят ему, тот тотчас же и признает свои неверия и потеряет всякую надежду на спасение. Вот причина какая. То есть они брали по небесной шкале. Вот сегодня мы делаем, что-то говорим, ну нельзя быть таким фанатиком, экстремистом, да что теперь я должен день и ночь тут только лоб колотить о пол, у меня дети кормить надо. У Протопова Акума детей было много, но ни на что не смотрел. И только ответила Марковна давай иди Протопов посекай сорную траву посреди поля растущую. Так пусть уж остается все так, как и есть. Так это чисто старообрядчинский подход. И остаются эти стежки, дорожки. Стежки, дорожки, стежки. Стежки. Нашел еще пельмени поставь тут. Стежки, дорожки нехоженными. А пастыри оказались не руководителями и повыдарями для слепых, а сами ослепли, не читая Библии. О, какое выражение. А ну, кто считает, прочитайте эти места раз пять. И остаются эти стежки, дорожки нехоженными, а пастыри. Ну, Никита, здесь нет Андреевич Колесников. Продолжай дальше. Сергей, ну ты раскачивай маленько людей, ну что же такое делается-то? Давай, Ездра, считай дальше. Если текст видишь. Вижу, вижу. И остаются эти, а, и остаются стежки, дорожки неухоженными, а пастыри оказались не руководителями и повыдарями для слепых. А сами ослепили, не читая Библию. Нет, 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 не пойдет так. Повыдарями, повыдарями, выдру ловит. Повыдарями для слепых. Повыдарями, да. Дальше. Путь в царство небесное. А сами ослепли, ослепли они, не читая Библию. Так четко. Путь в царство небесное один. Какой? Святая Библия. И так напоминали все святые Да нет, не напоминали. Ты прибавляешь слова. Зачем буху прибавляешь? Так понимали. Все верно. И так понимали все святые отцы, а сегодня на тысячу православных, проходивших всю свою жизнь в храмы, при всем желании и розыске не обращаясь не обращаешь не обращаешь не найдешь ни единого кто знал толкование святых отцов церкви на Новый Завет. Все, слава Богу. Доехали. Слава, да. Так, подожди. Кто еще желает дальше-то, чтобы не мучить человека-то? Дома надо раза три прочитать было это место. Впереди же сказано было. Вот только разойдемся, чтобы просчитали вперед главы по две каждый. И не меньше, чем три раза подряд с рассуждением. Почему молчите-то? Потому что боитесь показать свою немощь. Пустыножители. А то, как запутается человек, уже не знает, что делать. Я вроде от жены сбежала. А я в монастырь пойду. В монастырь пойдет. Еще на один монастырь меньше будет. Книги толкования сегодня издаются и продаются свободно. Но авторитет их для православных, так и авторитет Библии на нуле. На нуле. Вот я посмотрел, не худо у нас 14 тысяч роликов. Вообразите. 14 тысяч. И какие самые популярные? Это 4. Первое самое популярное, я рассчитываю с хозяином бульдозера, что работал по Теряевке. 700 тысяч. Второе, как хорошо жить в деревне. Это второе место заняло. Третье, слетела гусеница у трактора. И четвертое, как мы шершней выжигаем. А у меня здесь сотни проповедей, сотни из Иоанна Златоуста. В храме считаем. А какой там авторитет? Не 500 тысяч, а если 50 человек, то это уже хорошо. В тысячу раз меньше. На шершней смотрят, а как бороться с грехами, знать не знают. Так у нас на нашем ютубе православных много приходит. Все подменили новыми канонизациями, явлениями державных икон, крестными ходами. Крестными. 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 Мироточениями и многим другим. О чем в Библии нет ни единого слова. В Библии нет ни крестных ходов, ни державных икон. Старя расстреляли, вдруг явилась икона и названа державна. Теперь эта икона руководит нами. Богородица или... Богородица она одна. Почему у нее вдруг имя эта державная появилась? А все мистику нагоняют. Православные патриоты, царебожники. Мы царя и скупители должны. Царя и скупители. Алексей Осипов как раз и говорит, Алексей Ильич, это с ума надо сойти. Даже спаситель один. В подлинном смысле с большой буквы. Хотя спасителей много, которые спасают человека от какой-то беды, деньгами или в воду бросился из огня, вытащил. И значит пастыри ведут свою пасту не по путям и стезям, проложенным Господом, а непроходимыми дебрями, где нога Господа не ступала ни разу. Понятно как? Это мои слова. Я вот сказал, и буду отвечать за эти слова, что я сказал. Священники меня люто ненавидят за эти слова. Но я говорю, опровергните их. Покажите, что у вас авторитет Библии. По Библии занимаетесь. Люди благовествуют. Вот сейчас наши пошли, когда это, в субботу, кажется, привезли Евангелие, четыре Евангелия красное. И как? Меряем мы уже не количеством, а килограммами. Как доллары, кубометрами. 250 килограмм. Я могу пример привести. Я тут недавно переписывал с Андреем Смельягином, это с Урала, брат наш. И он там, один священник проводил занятия, он его везде благословлял, а потом что-то ему не понравилось, он его сразу запретил. Я тебе запрещаю, даже у мирских проповедовать Евангелие. Потом он обратился еще к одному священнику в другом городе. Тот вроде согласился, но, говорит, спросил у своей паствы, что изучать Библию, а они сказали так, мы уже изучали Писание, нам это больше не надо. И все. И он, говорит, позвонил и сказал, не надо нам проводить занятия, у нас уже паства готова. Это православное. Вот об этом Феофан Затворник и говорит. Я увидел, что все уже горит. Надо сегодня вы приглашаете и чтобы вот вы, которые здесь не один раз, что непонятно, у Сергея Павловича спрашиваете, как организовать. Потому что здесь только 24. Ну, хотя бы 100 обществ таких, чатов, как называют, образуйте. Я Никиту спрошу Колесникова, здесь он или нет. Фатокарщик, это есть его? Тоже нету, да? Ну, я кого вижу, кто голос-то подаст? Здесь, он говорит, здесь я. Здесь пишет Никита. Никита, ты столько знаешь. Ну, что ты боишься или что? Ну, организуй там такой же вот чат и прочее. Начинай молиться, проси людей, чтобы со священниками договариваться. Ну, не сидите. Один раз где-то оттолкнули, и все. Что же так это годится? Да мне вот, если я скажу, живого места нету. Одних роликов, наверное, против меня сотни наставили. Ну, и что? Мне-то от этого только награда будет. Они хотят выбить слово Божьего у меня из рук. Это невозможно, я сросся с ним. А те, которые нападают, я вижу, у них ничего нету, а одна злоба дьявольская. А это вместе с дьяволом пойдет в гиену огненную. Уже надо сегодня молиться о них, чтобы они выбрались оттуда. А они с радостью такое клевещут. Ну, я-то сижу здесь так же обедал, так же отдыхал, так же спал. Какая мне вот это? Вреда никакого нету, а награда обещана великая. Когда будут возгнать, неправильно засловить. Лгут на каждом шагу, а лошадь дьявола. Псалом 118, 113 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Так, повтори. Псалом 113 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ну, кого я вижу здесь? Кто-нибудь еще? Прочитайте. Хоть человек пять. Прочитайте, чтобы запомнить. Выходи первое. Закон 118, 113 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Так вот, в одном стихе и ненависть, и любовь. Вот так. Следующий, еще кто-нибудь прочитай. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Еще кто-нибудь. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Понятно. А ну-ка еще кто-нибудь с большим выражением. Экспрессии больше. Ну-ка. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Хорошо. Теперь не считай, скажи так, что именно у тебя из сердца исходит. И прочитай на три варианта. Разные интонации. Воображай, что ты перед священниками говоришь. Второе. Ты говоришь, один дома тренируешься, и третье стоишь на улице, уличный проповедник. Вот прочитай теперь. На три варианта. Итак, вперед. Кто желает? Я желаю. Давай. На улице, чтобы проповедник ты стоишь. На улице как ты будешь говорить? Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ух ты. Вымыслы человеческие ненавижу. Он спрячется в урну. Так. Еще кто хочет сказать? Перед людьми, перед своими, перед священниками стоит. Эту фразу как прочитает? Чтобы люди в этом увидели, он этим живет. Что у него действительно любовь, действительно ненависть должна выразиться. Как Серафиму Саровскому, когда молился три дня, три ночи, Бог сказал, о священниках молился, об архиереях. И Бог заговорил и сказал, не пощежу и не помилую. За что, Господи? Бог ответил. За то, что закон мой заменили вымыслами человеческими. Я не пощежу их. Я устал миловать. Еще кто-нибудь прочитает эти стихи? Проникнитесь ими. Вы стоите перед священниками, и он говорит, замолчи. А ты ему должен сказать эти слова. Говори. Написано, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Так. И вот вы стоите перед священником, и они упрекают тебя. Так, кто еще попробует сказать? Правильная интонация. Священников много. Они собрались, тебя судят. Готовятся отпустить. Не намертво запретили вам говорить. Ну, вспомните, когда апостола убили, и говорят, не запретили вам говорить об имени всем. А вы хотите кровь его на нас навести? До этого не боялись, кричали кровь. А теперь две тысячи трясутся. Две тысячи лет. А ты встал и определенно сказал. Ну, кто-нибудь еще, попробуйте. Тут есть некоторые участвующие. Почему их голос не слышно? Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Понимаете, что-то наигранное такое, как непережитое. Ну, пускай, хотя бы попытка была. А ты сам попробуй. И когда мне приходилось насчитывать Библию, всю Библию насчитать, от корки до корки, эти слова, они во мне уже срослись. Даже тихим, спокойным голосом им ответил, знаете, ваши вымыслы человеческие я просто ненавижу. А вот закон Божий я люблю. У меня понравилось такое выражение однажды. Сидят, репетируют что-то. Артисты-то. А Федор Иванович Шаляпин зашел, посидел и говорит, да вам никто не поверит, вы просто заученные праздники говорите. Федор Иванович, а как? Ну, так, чтобы люди поверили. Ну, а как это? Вы сами не можете? Нет. Да сейчас с вами я сидеть не буду. И он вышел. Ну, прошло там минут десять, вдруг дверь хлопнула наружную, все вздрогнули, и вдруг врывается он. Что сидите-то? Горит театр-то уже полностью пламенем. И весь сажен. Как? Все рванули к дверям. Вот, подождите, я просто сказал, как надо работать. Они друг друга начали давить в дверях. Все поверили, что горит? Конечно, поверили. Так не горит? Да нет. Нет, это правда не горит. Ну, вот и все. А мы, Слово Божие, как будто бы горящей картошкой рот набитым. Мулявит его во рту языком, как старуха бездубая. Ты так скажи, чтобы земля закачалась. Чтобы они глаза расширили и поняли, перед ними стоит воин решительный. Им пора белый плак выбрасывать. Я не один. Мы все любим Слово Божие. А вымыслы ваши, которые тысячелетиями вы собирали, мы ненавидим. Мы лютой ненавистью ненавидим это. И Бог ненавидит. Он нас на это поставил. И попятится сатана, который в кругу священников стоит. Деньги, деньги, деньги. Корень всех, зол, сребролюбие. А вы все, благодать, торгуете за деньги. Поминать. За каждое имя берете деньги. Сколько поминать. Если крестят ладошкой мокрой по голове, не крестят, а безобразничают. То цена, допустим, 200 рублей. А если с полным погружением, 500 рублей. Это дельцы, разбойники. Благодать не продаваем. Это смертный грех симонии. Ну где пророк хоть один в России? Почему молчат? Сегодня можно это говорить? Никто тебя за это не расстреляет в этот же день. Вымыслы человеческие я ненавижу, а закон твой люблю. Итак, вымыслы человеческие я ненавижу, а закон Божий люблю. Это столько вариаций. Слово «ну». «Ну» можно на 10 раз сказать «ну». Так «ну». Это удивление, восхищение, отвержение. В одной интонации. Работать надо. И когда говорит, что «Сия книга, да не отходит от уст твоих». Иисуса Новина 1.8. «Не отходит от уст, не от глаз». Книга-то не во рту же у нас. То есть считает человек ее вслух. Считает для кого-то, чтобы люди слышали. Да не отходит книга сия, Святая Библия, от уст. Ну, войдите в эти слова, которые мы считаем-то. Ты увидишь, как наполняется твоя душа целительной влагой. И щелево потекут реки воды живой. И тогда, кто с вами, Он говорит, пойдет ниц и скажет «Воистину, с вами Бог». Испытая эту радость, когда глаз вопиющего достигнет сердец людей. Это мы первые стихи разбираем. А тут пробарабанил и пошел, как петух, говорит, на нас есть. Про кукарека, вот там хоть век не святай. Что у нас тут по времени-то? Так, ну и все на сегодня. Уже 19. Уже 9 минут. Вопросы и ответы, Сергей, обе-бе. А дополнить можно по тому прочитанному? Давай, давай. Вот священномученик Григорий Лебедев, наш современник почти, вот он пишет, что «В душе человека Христову благовестию предшествует внушение ангела. Приготовь путь Богу». Это зов совести. Он зовет и в бесплодной жизни, и лишь в открытой душе, когда сбиты преграды страстей, когда уравнены пропасти падений, лишь в подготовленной душе может звучать и будет слышен голос евангельского слова. А за голосом Евангелия, когда он услышан, идет Христос. Иначе закрыты у человека глаза, и закрыты уши, и ожесточено сердце, и ничего он не слышит. Аминь. Игнатий Тихонович, приветствую. Могу задать вопрос? Да, Борис Семенович, но в любое время. Да, спасти Христос. Игнатий Тихонович, ну вот хочу, прослушав вас, да, ну вот вас можно выпускать, да, как благовестника, и я уверен, вы людей уже столько обратили, еще обратите. Ну, представьте, если выйдет, допустим, роман Фролика, вот кого он обратит, а? И вот, кстати, вот у нас много, ну, таких вот разговоров в чате идет, что вот он благовествует, 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 благовествует. Ну, для этого надо уметь благовествовать, понимаете? Христос, когда направлял, говорил, идите и научите все народы, он говорил это апостолам, а не всем просто, понимаете? Вот я хочу сказать вам, или спросить у вас, вердея, Игнатий Тихонович, ну, это все могут благовествовать, или далеко не все. Вот мне что-то кажется, для этого надо иметь дар Божий, Дух Святой. Извините, у нас и надо иметь талант или не иметь талант, чтобы поужинать. Игнатий Тихонович, ну, что может человек рассказать, если он ничего не знает, а? Я спрашиваю конкретно, чтобы поужинать и запить чаем ужин. Талант нужен какой-то? Набить чрево нет, не нужно никакого таланта. Теперь, чтобы дышать через нос, через нос дышать нормально, это талант или это естественная потребность? Это своеобразный талант, если ты бегаешь где-то, бегун какой-то, спортсмен, тут надо уметь дышать, а если ты просто такой вахлочок, то не надо. Ваши слова, как раз, что у меня таланта нет, говорят священники, они не проповедуют, у меня таланта нету, все, таланта у него нету. Я говорю, скажи воду пить, если талант дышать, талант, это то же самое для верующего. Я хотел, я не учился говорить, нет, я хотел молчать, я Богу умолял, Господи, они меня убьют за это, но внутри меня был разлит, и как огонь в костях моих, я не мог удержаться, это кто сказал? Найдите эти слова, у пророка Еремии говорю, это вам так сказал, я усиливался, я старался молчать, вот что, трудно-то, а говорить это естественно, как дышать. Откуда известно? Господь исцеляет бесноватого, и знал о Него легион. И он теперь думает, как бы без Христа снова демоны не вошли в Него, он говорит, я пойду с тобой, а Господь говорит, иди домой, иди возвести, что тебе сделал Бог? Все, семинария окончена, академия за плечами, так он домой-то не пошел, а он пошел по всему городу, бесноватый, который говорить не мог, слюни по бороде пускал, и пошел, и всем говорит, вы знаете, это я бесноватый был, вы видели меня? Да. А он подошел и меня исцелил. Это Христос исцелил. Да это грешник. Я не знаю, грешник он или нет, слепорожденный говорил. А он сказал, и я прозрел. Вот его допрашивали. Он отвечал-то как им? Да ты весь во грехах родился, ты ли нас учишь? То есть они определили весь во грехах, они все в праведности родились. Но так же написано? Так. И теперь, когда мы считаем, спятую Библию, восьмую главу, то написано, было сильное гонение, сам убивал людей. И Анна Тауз говорит, самые сильные это были апостолы, они остались в Иерусалиме. А остальные разбросаны были по всему миру. Восьмая глава, четвертый стих говорит, а рассеявшиеся ходили и благовествовали. Все, и жены, и все дети, и все мужья, все калеки, все старухи. Об этом говорит Григорий Богослов. Покупает в Арианке, Арианка стоит за прилавками, продает там мясо, допустим, муку, а по чем она? А это 3 рубля. А православная покупает 3. Вот смотри, даже цена 3, а троица говорит, а вы не верите. То есть, они за каждое слово пытались взять все и поднять как символ. И уже проходит час, она уже забыла семью кормить, пришла мясо купить, и они с ней, это Григорий Богослов говорит, они с ней дискутируют. Все базары, все было переполнено ревностью Христовой. Феодор Терон там, это все описано. Это для всех, я отвечаю, для всех без исключения. Вот, я один из примеров скажу, который я высчитал, там Вера Кушнир объясняет. Город Мельбурн, где он находится? География слаба, подскажите. В Австралии. Австралия. Австралия. И вот они там собрались, и пакеты разные, собрались люди, волонтеры, добровольцы, и пакеты книги запечатывают, и работает женщина, ну, там человек 15, и говорит, о чем мы молчим-то? Ну, православный, давайте Богородицу петь, Богородица, дева радуешься-то. А эти говорят, давайте друг другу расскажем, как мы к Богу пришли. Я этот вопрос задал, и у нас книги, открытым оком, 15-16 том, 84 человека подробно написали, как они уверовали в Бога, как пришли на наши занятия, как стали членами общины. Открытым оком, на сайт наш зайдите, скачайте два тома, 15-16, вы поразитесь. Это у нас такое. И вот, книга попала в Америку. Из Америки, после их свидетельств, а телефоны стоят, все открыто, где живет, мы ничего не боимся. И он звонит, и оттуда этот Николай говорит, Мария Яковлевна, вас так звать? Она говорит, да, я Мария Яковлевна. Это вы сами написали? Или за вас Игнатий написал? Нет, я писала дома, сама. А вы кто такой? Я баптист. О, баптист, да вы жеретики. Дорогой мой, да ты стань православным. Да ты обратись к Богу, да прими крещение. Он думает, вот это бабка натолкнулся. Это наша православная. Бабушка больная. Ну, понятно, свидетельницы Иеговы тут обычная для всех, но у нас община благовестническая. И вот Роман Проликов где-то говорит. Как он говорит? Он говорит о том, что Христос умер за грехи людей. Все. Больше никаких требований. Как он говорит? Костноязычный, там задыхается или что-то. Он старается, и он говорит, да будет он благословен. А то, что он пишет, говорит где-то, ну, он так понимает. А может быть, прости Господи, я не знаю это, разбудить желает сонных-то людей-то. Я не вижу в опасности в нем, как в человеке православном. Он говорит, любит Господа. Он у нас был. Он хороший человек. Я его прогнал домой. Аминь. Да, вот, кстати, по поводу прогнал, Игнатий Тихонович. А как же вы прогнали, если он хороший человек? И еще дали же ему... Работать не замок. А, вот так вот. Вот так вот. Видел я этот ролик, да. И вы же там сказали, что там очень глубокая форма обеснования. Ваш диагноз. Глубочайшая форма обеснования. А на диване говорить, мы все умные, понимаете? Игнатий Тихонович, еще вопрос. Ну вот, хорошо, ладно, мы там... А вот Никита Колесников, который был у вас пять лет почти, четыре там, сколько жил, да? Да. Все-таки вот с вами ходил, как с Христом, да? То есть, от вас лично слышал все, и работал хорошо, и все. А видите, благовестия нет. Не создал общину. Нет общины. Понимаете? Вот смотрите, Игорь Дебунов, вы как-то-то сказали, что это один из самых моих таких хороших товарищей православных, да? Ну смотрите, нет общины. Все возле вас все трутся, понимаете? То есть, мне смешно, когда они вот это говорят, вот эти вот стишками бросаются друг к другу. Да ты покажи мне, и я пойду за тобой, понимаешь? Своим трудом. А то, что Игнатий Тихонович, то мы знаем, и без него. Ладно, я понял мысль такая. Ну кто близкий, не близкий, не определяет. Я в книге говорю, у меня есть люди, ну мне вопрос задают в университете, а у вас есть любимчики? Я говорю, что? Ну я скажу, есть, вы скажете, да как же любите всех? У Христа любимчик был, ученик, которого любил Иисус. Это сказано не о Петре, не о Варфоломе, не о Фоме. Все знают, что я Аня. А за что? Ну это другой вопрос, я могу отмечать вам. За любовь. Его говорят так, что если Петр это практик, то Иоанн созерцатель. Он духовно, мы не знаем, откуда и что, может быть, Роман, он только созерцатель. Вот так. Это я уже сказал, меня пока не долбите за это. Я тоже для будущего говорю, чтобы человек не был потерян. И вот они там, где-то не знали, не какие-то, ему непросто. Положительное то, что он пробыл пять лет, и в армию его не возьмут. Все говорят, он скрывался от этой, но неплохо сделал. Он русских никого не убил. Вот если бы то, что я говорю, и распространилось на всю Украину, и армия бы вся уже была не с оружием против русских. Вот как. Положительное, надо видеть даже в самом малом. А в малом, говорит, великое в малом. Есть такая книга. Нилуса Сергея. О протоколах сионских мудрецов, говорит он. Так и здесь. Никита там был. Там вначале что-то у него... Я не знаю, что у него сейчас. Он делал попытку, собирались. Какое-то дело непростое. Надо вымолить. У Никиты было положительное здесь. Он ночами вставал на молитву. Это самое положительное, что он здесь научился. Видите как? Я не знаю, как будет. У нас не было ни разу, чтобы мы о Никите с Виталием не молились. Чтобы Господь даровал духовное рождение, крещение духом огненное. И чтобы они были благовестниками. Не просто так просчитать что-то. Да, это непросто. И сами подумайте, кто где находится. Почему не можете образовать? Потому что это нелегкое дело. А вот давайте мы пройдем вот это вот вначале пособие по изучению от Марка. И скажите, в следующий раз это у нас будет в среду. Я буду участвовать. Вот. Тогда видно будет. Следующий раз это в среду. Я буду участвовать. Аминь. Аминь. Я могу сказать, что если физика, математика, у меня пятерки были. Я любил эти науки. А по русскому языку, по литературе-то тройка. Я не слышал, какое задание задали. У меня временами слух улучшался. А идти в армию он полностью восстановился. И не куда-то еще в морфлот, да в ракетные войска потом. Вот. И я говорить, ну просто боялся. Как только уверовал. Господь открыл в один день. Язык мой стал тростью скорописца. Как в 44-м псалме Давид говорит. Спасибо Христос, Инатий Тихонович. Только говорите, Инатий Тихонович, не община, а община. Вы же русский человек. Я буду у вас учиться. Не община, а община. А ну, слово паразит в русском языке. Ну это так. Я поумничал немножко. Спасибо вам. Благодарю вас. Я благодарю вас. Так, есть в словах, которые по сегодняшний день филологи не могут решиться, как правильно говорить. Я с детства так научен. И меня все понимают. А я когда буду думать общину сказать, я и забыл, о чем говорить хотел. То есть вы правы на 100%. Спасибо Христос. Гарбатова говорит, могила исправить только. Это уже навык. Это очень непросто. Я вот научился, когда еще маленький был молитвы. И я их по-русски могу считать. Но для меня это тяжело. Почему? А я говорю по-славянски очень наш, достойно есть. И проще. Только по-старковно-славянски. Хотя я сторонник абсолютно русского языка. А эти молитвы считаю вот так. По-старковно-славянски. Привычка это вторая натура. Ее гонит дверь, говорит, она в окно залезет. Так. Ну, вопросы давайте. Игнатий Тихонович, это романф роликов. Вот, когда священник на проповеди в храме говорит, ну, в кавычках на проповеди, потому что какой-нибудь там загнет какую-нибудь там ерунду, ложь какую-нибудь там вот бывает. Вот. Что, можно ли выходить в это время? Или это канонически неправильно будет? Канонически неправильно. Канон есть, если до окончания богослужения уходишь, ты под прещение попадаешь. Молот опустится на тебя. Никак. Вот, у меня знакомые есть с нашей общины. Но они в это время, батюшки, когда не было, они далеко живут, и там храм открытый. И они пришли в храм. А там священник ко мне не расположен. И он говорит, а вот есть человек тут такой-то, вот, который человек здесь рядом. Златоуст говорит, имя его не называем. Это, это неправильно одет. Он меня по имя, по имени называет. И вот такой человек есть. Вы знаете, он на американские доллары закупил радио и телевидение, везде его допускают, везде. У меня нет долларов, и я никого не закупал. Он солгал. Я могу назвать Бурдин, отец Николай. А наши прихожане стоят. А дальше он говорит, и что он такой, вы его слушаете, он свою жену бросил, а с молодой хористской уехал. Во-первых, у нас хора нету. Никуда я не уезжал, и жену не бросил. Вот уже два-три предложения все лживые. А люди-то наши знают. Он говорит, а что ты не закрещал? Ты что ж, врешь-то, Бог? Я говорю, еще не хватало этого. Ты должен в это время стоять и молиться. Господи, исправь эти уста, научи его доброму, будь милостивым к нему. Хочешь сказать что-то? Ну да, тоже пример. Ну давай, скажи. Тоже пример привести. Мы как-то стояли у нас в селе Покровское, и там местный батюшка, отец Дионисий, говорил проповедь. И рассказывал притчу о сеятеле. Там приплел, о глине что-то начал говорить. Ну то есть, своими словами вообще куда-то забрел. Что мы сделали? Мы с братом Володей сели на его машину. После богослужения, когда священник уже уехал домой, мы к нему приехали на дом, вызвали его. Он нас домой, конечно, не пустил. С нами сел в машину, и мы начали с ним беседовать. И Володя, говорит, задал вопрос, он говорит, зачем вроде в храме такую проповедь? Говорит, а он говорит, а какую проповедь? Ну, он говорит, например, зачем вы какую-то глину приплели тут? Хотя в Слове Божьем об этом даже речи нету. Он тогда засмеялся, еще не говорит. Ну, начал, начал, заздравил, закончил, в покое, такой веселый такой, что вроде как. Ну и вот, брат обличил его в этом, чтобы. Ну, Ольга Симоненко здесь? Здесь, Игнатий Тихонович, у нас тоже ложь частенько бывает. Я попадаю под его руку. Он меня может также назвать в храме и во всеуслышание сказать, назвал прохожанкой в прошлом году. Хотя люди потом смеются, как же это, если Ольга прохожанка, а мы кто, говорит? Так он у нас, как говорил, когда мы у них там были, Евангелие раздавали, вот бывает здесь, это как шпионы, с бородами, да с поясами. Американские шпионы. Так было? Так было. Так было. Так вот, а с другого места, мне пишут, с Казахстана, староста вышел и говорит, дорогие братья и сестры, что же такое делается? У нас люди появились и призывают жить по Евангелию. Да кто ж, когда жил-то по Евангелию? Это что ж такое-то? А у нас тут в Барнауле был настоятель, отец Николай Войтович, вышел и говорит, вот у нас тут люди появились такие, вы их не слушайте. Они говорят, что надо жить не по плоти, а по духу. Да кто ж по духу может жить, когда он во плоти? Он зашел в алтарь, а там два священника, которые к нам расположены, они говорят, отец Николай, так так Павел говорил? Да вы что? Да как же я мог так? Теперь они опять на меня накапывают архиерею. Они нас прозвали Златоустовцы, секта Златоустов. Через царские врата, говорит, шторку отодвинет, увидит, а эти Златоустовцы пришли, придется проповедь говорить. Вот так. А если в храме вот тоже во время проповеди, бывает, священник спрашивает, ну или обращается там, тогда можно будет уже отвечать ему? Не надо. Ты потерпишь урон. Тем более женщины. Спрашивают, промолчи, опусти голову. Не надо. Когда выйдет, тогда скажи, батюшка, я очень чту храм и не буду разговаривать. Тем более, люди собрались не меня слушать, а вас. Другое дело, когда на улице люди собрались, но ты заранее приготовь проповедь, чтобы не мычать. И тебя Бог благословит. На этих наших, которые участвуют, вот дальше, когда выйдем и содружествуют, с тобой спорят, ты отступись. Они сказали, и не надо. Каждый раз не надо отвечать. Тебя тоже испытывают. Может, кто-то нас смехается, говорит, а ты на полном серьезе сражаешься с ними. Они тебя уже троллем называют. Я тоже за тебя переживаю. Ты же тот человек, который был потеряем. Все равно это не бесследно, что ты был. За три дня даже ты многому научился. Да. А вот, если из храма выходят, они у нас два выхода, то есть, заворота, два ворота. Одни направо, другие налево. То есть, можно вот прям при выходе из храма? Или все-таки лучше с заворотами? Роман, за ограду церковную. Вот там ты можешь. В церковной ограде рта не раскрывай. Ни разу. Ты потерпишь урон. Это их территория. Они будут тебя преследовать. Тебе это не надо. Я никогда внутри храмовой ограды никогда не говорю. Единственное, что я делал внутри ограды. Я выходил, становился на колени и плакал. И тогда там написали, говорит, это Кирилл Сахаров, говорит, вы где еще видели человека, который бы о пропаде так ревновал и часами, часами, не минутами, часами стоял и слезы лились. Я не играю. Я этим живу. Я плакал. Он подошел даже сказать, ну что вы так убиваетесь-то? Я говорю, народ бога не знает. Как вы можете, каждый день умирают? Вы же отвечать будете за это. Да как вы ответите на суде Божьем? Я ад вижу, огонь, суд Божий, как бы. Мне, я не играю, я не артист. Я просто плачу. Я ничего не говорю. Стоит, говорит, на коленях внутри церковной ограды и плачет. Молча плачу. А куда завели людей? И это Кирилл Сахаров все это описывает у себя. Игубин, патриарший. Надо у Бога выпросить дар слез обязательно. Павел говорит, три года с половиной я со слезами учил вас. Как ты учить можешь? Со слезами ли учишь? Скорбишь ли об этих душах, которые не знают, которые измызганные, заброшенные, никому не нужные? Вот мы сейчас в чатру летки и уже нас кто уговаривает по-хорошему, потому что тут злые люди? Ну, а мы уже приготовили 52 ролика. и мы меняем тактику по-другому. Как говорил Андрей Кураев, быть религиозно талантливым. Я ему эти слова приписываю. Может, он их где-то взял, но я от него услышал. Теперь так, я молюсь, к столу не подхожу, а люди заходят, и никого нету, а я только молюсь. Вначале Володя сидел, разговаривал, когда я молился, а теперь так, Володя ушел. Я один молюсь, и во время молитвы произношу целые проповеди, и люди, которые секунду держали, теперь они минутами стоят. То есть, мы меняем тактику. Они начинают перебивать, кривляться, а я их не вижу. Я молюсь и кланяюсь, и говорю, Господи, ты как в видении великого пахома покажи, как эта чатру летка свергла людей в глубокую темную пропасть на дно ада. Да пробуди их, да пошли людей, благовестников, христианам, язычникам, мусульманам и буддистам, чтобы они не погибли, чтобы после смерти не в огне вечном оказались в райских обителях. А тут мусульмане, и они замерзли, слушают. Я на молитве и кланяюсь, и кланяюсь. Полный поклон, полный. Как следует перекреститься, и все время еще, но эту молитву я продолжаю полчаса. И мы увидели, результат другой пошел. Даже малые дети останавливаются, которые кривлялись. Видишь как? А может, это еще не все? То есть, мы уже по трем вариантам работаем. По трем уровням. А давно ли мы начали? Каких-то, может быть, три недели неполных. Так что, надо работать. А работать? Можно коротко Борису ответить? Конечно, можно. Борис, я тоже Романов-Роликова не могу слушать. Раньше вообще не мог слушать. Он только рот откроет, хочется сразу выключить. Потому что у нас у всех свои особенности. Но если вы посмотрите не на то, как он говорит, и то, какой он сам, а на то, что он говорит, то, возможно, вы какую-то пользу для себя извлечете. Вот. Сейчас я к нему переменил отношения. У него действительно есть черты, которые, как бы, мы все видели там на роликах в Потеряевке. И когда он говорит, мы это видим. Вот. Но у нас у каждого есть какие-то свои недостатки. Вот. К Игнатию Тихоновичу сложно докопаться, потому что он ведет, как бы, почти безукоризненную жизнь. Да? У него есть какие-то свои недостатки, но в основном не к чему придраться. Вот. Поэтому вы его слушайте, потому что, ну, как бы, почти безукоризненно себя ведет, да? А любой другой, кто-то из чата, вам напишет или скажет что-то, и вас это раздражает. Ну, так вот, попробуйте не воспринимать человека как человека, а воспринимать как, как бы, посланника от Бога. Ну, вот он даже вам сказал, там, с каким-то раздражением, но слово Божие, например, а вы попробуйте применить это на себя. То есть, не человека как-то судить, а именно применить то, что он говорит, себе в пользу. Может быть, вы тогда переменитесь к Роману и к остальным. Так, Николай, я спрошу, вы мне друг? Я думаю, да. Да. Так вот, я попрошу сейчас, не выходя, перед всеми сказать, своими недостатками, на меня, для меня это важно. Так, выскажи мне хотя бы несколько недостатков, я над ними буду работать, пожалуйста. Так, не бойся, открыто, открыто скажи прямо. Я прошу тебя как брата, как друга. У вас сейчас меньше стало недостатков. Раньше у вас, например, кротости не хватало. То есть, если бы вы говорили то же самое, но чуть-чуть более смиренно и кротко, то больше бы людей обратилось. Вот, например. Так, я отвечаю. Это говорят мне все бездельники, которые ничем не занимаются. Мне в этом вопросе подсказывать никто ничего не может. Почему? Потому что я переполнен разными образами священного писания и жития святых. Я не играю, не подражаю никому. Это не кто-то говорит о Геннадии Фаст. Когда-то они собрались, вот так же суд. Давайте, я собрал людей, говорю, давайте вот соберитесь и меня судите. И кончилось тем, что они пожалели, что пришли. А они к себе подтаскивают, вот другим голосом, бы я Елейно говорил, этого не будет. Апостол Павел был разный. Вы что, хотите, чтобы пришел я с любовью или с жезлом, с палкой железной, чтобы купить вас? Два варианта были. Я пользуюсь вариантом тем и другим. И пользуюсь ими 56 лет. Так что, это глубокое место затронули, и мне тут уже конкретно, в каком месте я поступил не так. Тут надо уточнить. Где я мог бы приобрести тысячи, но я их не нашел, что не был более кротким. Где, в каком месте. Я скажу заранее, не скажете. Меня наоборот приобрели, потому что вы не кроткий. Не кроткий, да, я скажу, да, я не кроткий. Не пушистый, не белый. Так, теперь я скажу, вы кроткий. Отлично. Но вы сейчас помягчали. Вы раньше были пожестче. Помяг, говорит. Ото мне все говорят. Но когда встречается где-то у них не так, они говорят, вы еще более жесткий, чем были. Обо мне мнение меняют люди на дню несколько раз. Почему я разный? Почему я реагирую на температурный режим, на обстановку, на экологические условия, на все? Мы в дороге. Мы все в пути. Мне нужен человек, который определенно, четко, по месту указал бы мои недостатки. Мне нужен этот человек. Я прошу его. А просто, а ты не кроткий. Позвольте. Я нахожусь в том обществе, где по-другому нельзя. Нельзя. У меня заключенные, священники, противящиеся истины, клевящие. У меня ножны, не заржавеет там меч. Я его, говорят, ну вот начинает когда лгать на вас, на как вы? Я говорю, на один удар, я отвечаю, истерии ударов. Поэтому что? Газета выступила. Я ее разгромил в дребезге. Господь помог. Они поднялись там, и профессора там против. Лагерь закрыт. Я подал в суд, и все суды выиграл. Они обязаны были теперь опубликовать, оплатить там телепередачу обо мне и заплатить деньги. Подрыв, репутат. А нужно ли? Нужно. Я не один. За мной войско стоит. И это как раз решимость, необходимое качество лидера. Я должен им пользоваться. Иоанн Златовуз так громил, что не знали, куда от него деться. Он, не думайте, что мяконький-то какие был. Сегодня ему шесть посланий к евреям об иудеях не могут простить никто евреи по сегодняшний день. Хулители не могут простить ему. Он говорит, ты слышишь, Бога хулит. Ударом кулака замкни ему рот. От царя сихулит. Получит награду? Получит. Он призывал прямо к насилию. Ян Златовуз. А правильно делал? Не нам судить. Выше этого святого не было на земле по сегодняшний день. И он был разный. Как он заступался за вдову и как громил царицу. Это разные люди, совершенно непохожие. Для него ни царь, ни никто не был главный. Он смотрел выше голов. А я на его трудах воспитанный. Я пропитанным. И вот сейчас на меня там этот синицкий какой-то Александр нападает. Он ничего не делает, только подкапывается. И он восстал на Златоусте. Я сразу противостал. Я знал, он на меня выйдет. И он сейчас меня рвет. Вокруг него целая, я называю, кодла бешеных псов собралась. Ничего. Теперь я отвечать ничего не надо. Я только молюсь за него. Я знал, что он на меня нападет. И с первого дня я заступился на Златоусте и начал о нем молиться. Ему не устоять. Не устоять. Потому что это изливается любовь Божия. Я его на молитве поминаю, поминаю днем и ночью, хотя я не встречался. Сергей Козлов парализованный пытался нас свести, он отказался. А сейчас давайте беседовать, говорят мне, не надо. Все это игра. Он неверующий, еретик. Еретик и богохульник. Он ничего не делает. У него ничего нет. Единственное, что ему вели заказывать, вот такого опорочить. И он кидает. У него разницы нет. Патриарх это, или священник известный, или Андрей Куров, ему разницы никакой нет. Это наемный убийца, киллер. Но у него ничего нет. Потому что это духовная борьба, а в этом он никто. Вот помолитесь о нем, чтобы Бог не спасал ему любовь, покаяние до смерти, чтобы его безумие в судный день не помянулось ему. определенная щетка мои недостатки. Давайте, не один вы кто-то выскажите. Я буду работать над этим. А когда дают характеристику проповеднику, тоже со своими недостатками, это не годится. Если ходил Варнава с Савлом, с Павлом, и они разношлись относительно Марка, но нигде не сказали, у него свои недостатки здесь. А когда пришел Петр, послание Галатам, Павел говорит, я противостал ему. И Варнава был увлечен лицемерием. А почему? Иоанн Затауст юрист. И он говорит, два вала, запряженные, два быка в плуг, Петр и Павел. Если мы защитим сейчас Павла, Петра завалим-то, плуг все равно не пойдет. А если Павла, Петра оставим, тоже не пойдет. Наша задача оправдать обоих. И он говорит, они наедине договорились. ты на меня навались, Петр, Павел говорит, Павлу говорит, а я, Петр, промолчу, и видя это, которое за мной, ниже должности, они скажут, так если Петр промолчал, значит, это неправильно было, и мы тогда не будем больше это делать, выпящивать иудейство свое. вот как надо понимать. Это не недостаток, это глубинное рассуждение. Так, я жду мои недостатки. Иван Тихонович, вам их никто не скажет, потому что все боятся, и все это лжи, они никто ничего не скажет. Это лицемеры. И вот Николай сказал, видите, и молчит, ничего не хочет сказать. Понимаете? Вот заметьте, Борис Тихонович, вот когда у меня дети уезжают, ну, у нас колокол-то из-под кислорода баллон висит, там его надо бить. Один раз одно, другой, другой. Чтение, три, значит, на обед, четыре, там, Евангелие считают, то есть, распределенно, определенно. А десять раз ударить колокол, человек уезжает. И вот теперь родители приехали за ним, я их ставлю около себя, а он через двух родителей дальше стоит. Так, Петя, ты уезжаешь, может, насовсем. Так, ты на кого-нибудь обижаешься, на родители, вот на которые, наши насельники, в лагерной это, а было там по 70 человек. Я? Нет. Запомни, ты сказал нет. Между нами стоят родители, они тебе об обиду не дадут. Ты, ты меня боишься? Нет. Родители улыбаются, стоят. То есть, у нас вот такой расчет. Теперь я весь лагерь спрашиваю. У кого что взял, кому не отдал, кого оскорбил? Есть претензии к Пете? Нету. Итак, вы будете за него молиться? Да. Все. Так, Петя, я перед тобой стою, начальник лагеря. Я тебя наказывал? Да. Два раза его крапивой драл. А родители расписались до этого, что я имею право наказать. Так, за что? Да я приехал, матерился. Справедливо наказал? Да. Так, родители стоят, улыбаются. Так он еще не ругается? Нет, говорю. Да не может быть. А дальше девочку ударил. Ты до чего приехал? Бить моих девочек? Нет. Я говорю, да ты в юном будешь через 10 лет вокруг них ходить, девочек этих. Ты посмотри, какие красавицы стоят-то. А родители, говорят, род до ушей. Так, я тебя наказывал справедливо. Так он, говорит, и сестренку дома бил. А сейчас приехали с сестренкой, он обнимает ее, не может наглядеться. За один месяц. Ты меня боишься? Нет. Говори все. Даже мне выскажи. Я его отдаю. Все. Расстались по чистому. И так сейчас. Мы расстаемся. Высказать мне, что я не право, не дед, конкретно, чтобы я мог начать. А то быть кротким. Ну как тебе теперь голос заменить? Я громко говорю, я глухой. Я поясняю. Кому как относиться, это я знаю лучше вас. А то жену из-за стола не выпустил. Ты что мне учишь? Ты со своей разберись. Я знаю, что подкаблучник он всегда будет заступаться. А ты возьми такой характер, который у нее. Подчини ее. Чтобы она у тебя вставала в 4.40. А она живет не в одной комнате со мной. Через стенку я ее квартиру приобрел в деревне и здесь. Говори. Помолчи. Так. Я понимаю, вот такой довесок жена досталась мне, чтобы я довел до Старства Небесного. Не вам это судить наши отношения. Я за нее отвечаю перед Богом, а не ты. И кто это учит? Прелюбодей. Жене своей изменник. Я его знаю. Вы все правильно говорите. Моя речь-то была не к вам, а к Борису, который не хочет слушать братьев, ссылаясь на их грехи. Я говорю ему, что пусть он пересмотрит отношения к братьям. У вас безукоризненная почти биография. К вам не придерешься. А вопрос был к Борису, который как бы ищет повод кому-то докопаться, чтобы его не слушать, то, что человек говорит. Вот и все. Спаси Христос тебя, обличитель мой. Спаси Христос. Это отец Геннадий говорит. Собрались вместе. Там архимандрит, сидят священники. Я собрал. Кто против меня говорил, соберитесь вместе. И давайте судите. Изберите председателя. Недовольна моя родная сестра. Я говорю, ее тогда возьмите секретарем. Ну и записывают все. Отец Геннадий говорит. Встал и говорит. Вас спасает ваша безукоризненность. И они ничего не могли сказать. Они говорят, как же не знали, кому убежать куда. Я им сказал, почему вы это говорите-то. Или по зависти. И они согласились все. А у меня зять, он говорит, ну вот напали на тебя, говорит, которая там. И они хотят, а другие подражают. Говорят, у самих волчий хвост. Интересно. Волчий хвост. Ой-ой-ой. Все, Селик, наверное. Во время. Это не означает, что я без недостатков. Я стараюсь, где-то что-то не так. А где бывает не так? Я наиспо и говорю священнику. Я говорю, я живой человек. Живой, поэтому я не мертвый. Это уже определенно не мертвый. Сергей призывает на молитву. Да. Достойная стекова истину, блажитетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Молитесь, Игнать Николаевич. Отец наш Небесный, любящий Создатель, я прошу Тебя, прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, в одни и в ночи в оседней жизни моей до сего дня. Прости, помилуй, сжалься, исправь. Благодарю Тебя за Твое милостивое долготерпение ко мне грешному. И прошу благословения на дальнейшую жизнь. И сохрани наши ресурсы здесь от постигающих на них. Благослови наших болящих, Ты знаешь их. И даруй духовное рождение свыше патриарху, епископам, священникам и пастве, и водительство Духом Твоим святым. Твоя любовь соединила нас, Твоя жертва очистила нас. Хвала Тебе, слава Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Хорошие занятия были сегодня у нас. Замечательные. Это точно. Занятия были хорошие. Замечательные. Замечательные.